Горячие реки Начало отопительного сезона в Самаре Знаменовалось тремя прорывами Детсады и школы под контролем мэра Елена Лапушкина проверила Как подключают к теплу социальные учреждения От молока до хлопка Самарская область налаживает сотрудничество С Узбекистаном Отопление оказалось благом не для всех Сразу в нескольких местах города С началом отопительного сезона прорвало трубы Вечером в среду пассажиры Самарского метрополитена Стали свидетелями картины Напомнивший одноименный фильм, который там же и снимали На станции Гагаринская Случился потоп, очевидцы сняли горячие реки на видео А в доме номер два На Куйбышево трубу прорвало на крыше Именно в тот момент, когда дали отопление По словам жителей, вода лилась мощным потоком На протяжении 30 минут Пострадали квартиры на четвертом и пятом этажах А на первом этаже образовалась лужа Глубиной в 10 сантиметров Вода вытекала даже из входной двери Высотки на Новосадовой тоже тонули Правда, на этот раз прорвало пожарный кран Мощная струя воды затопила весь подъезд Рассказали местные жители По словам самарцев, к месту прорыва Прибыло несколько пожарных расчетов Но их помощь не понадобилась Горожане вызвали специалистов Которые занялись устранением прорыва Две трети школы, детских садов А также больницы, поликлиник Самары Уже получают тепло В городе продолжаются работы Из-за старта отопительного сезона Который в этом году начался раньше обычного Детали у нашего корреспондента Учебный процесс в школе номер 79 Идет по плану и без остановок Хотя первый день после включения отопления Выдался напряженным Один из вентилей в подвале Не выдержал давления Но прорыва не случилось И ученики могут продолжать Получать знания в теплой школе Некоторые кабинеты настолько прогреты Что их приходится проветривать Горячая батарейка Растопнут даже обкрытая Пока есть возможность проветрить Как подключаются к отоплению Социальные учреждения Проверила глава города Елена Лапушкина Особое внимание к школам, детским садам И роддомам Также глава города осмотрела и те места Где сейчас продолжаются работы По замене теплопроводных труб Во дворе дома номер 86 По улице Гагарина Новые трубы уложили и заполнили их Подрядчики приступили к засыпке участка У жителей соседних домов Тепло появится уже в ближайшие дни Завтра цок запускается И мы начинаем запуск отопления По полу спокойно За четыре дня с начала отопительного сезона Тепло начали получать Три четверти социальных учреждений И половина домов города В ближайшую неделю батарея нагреется Во всех домах Самары Безусловно у нас с вами есть ситуации По отключению Не все дома подключены К огромному сожалению Но тем не менее Эта работа все-таки плановая В этом году в Самаре не стали ждать Когда температура на улице В течение пяти дней Будет сохраняться ниже 8 градусов Теплосистемы запустили раньше обычного Коммунальные службы города Ресурсоснабжающие организации И предприятия работают в режиме усиления Мэри Елчан, Андрей Горгуленко Дмитрий Мешканцов События В Самаре может появиться Научно-образовательный центр Мирового уровня Об этом губернатор Самарской области Дмитрий Азаров В Москве говорил с министром науки И высшего образования России Михаилом Кутюковым Стороны рассмотрели перспективы Участия Самарской области В реализации национального проекта «Наука» Целями которого должны стать Модернизация отрасли Развитие передовой Исследовательской инфраструктуры И поддержка молодых ученых и исследователей Важнейшим вопросом встречи Стала возможность создания В регионе одного из 15 Научно-образовательных центров Цитата Это важнейшее направление В своем послании Президент Владимир Путин Назвал ряд городов Где развивается наука Исамарская область Прозвучала в том числе Определенные преференции у нас есть Отметил Дмитрий Азаров Медрак Бажович Может сменить Андрея Тихонова На посту главного тренера Крыльев Советов Не исключено, что это произойдет Уже на этой неделе Такие прогнозы дают спортивные эксперты Пятилетний черногорский специалист Известен в России своей работой В Тульском арсенале А также в таких командах Как Амкар, Москва, Динамо, Ростов и Локомотив По некоторым данным Смена главного тренера Может произойти до матча с Динамо Который состоится в субботу 6 октября На стадионе Самара-арена Вопрос лишь в том Что успеет ли черногорский специалист Оформить все необходимые документы И рабочую визу По другой информации Он возглавит самарскую команду Уже после игры с москвичами Отметим, что сейчас Крылья Совета с семью очками Находится на 15-й строчке Турнирной таблицы И в последнее время Команда не очень часто радует Победами своих болельщиков Самара Кашкадарьин Бизнесмены 63-го региона Два дня будут вести переговоры О взаимовыгодном сотрудничестве С коллегами из Узбекистана Работа уже ведется несколько лет Но не устраивает обе стороны О чем удалось договориться На старте форума Расскажет Сергей Кизоркин От ширпотреба до добычи сырья И строительства дорог Самарские и Кашкадарьянские бизнесмены Два дня будут вести переговоры О взаимовыгодном сотрудничестве Гости из солнечного Узбекистана Предлагают не только увеличить Объемы экспорта и импорта В оба направления Но и наладить производство И открыть дилерские центры Каждой в своем регионе Торгово-промышленная палата Самарской области и правительство Готовы к таким масштабным проектам У нас сотрудничество строится Не только в цифрах Но и есть конкретные предприятия Действующие как на территории Самарской губернии Так и действующие на территории Республики Узбекистан Нам это очень приятно Что сотрудничество у нас Транспланируется не только В торговые Но еще и такие вот Фундаментальные Взаимные инвестиционные Сотрудничество Самары С Узбекистаном Налажено еще с начала 90-х годов Только за 9 месяцев 18-го товароборот Составил почти 6 миллиардов рублей Показатели выросли на 20% По сравнению с прошлым годом И останавливаться на достигнутом Бизнесмены обеих стран не намерены У нас имеется очень огромный Незадействованный потенциал Который позволит и дальше углубить Наше взаимодействие Я хотел бы отметить Что мы здесь находимся В Самарской области С конкретными предложениями Конкретные идеи Создать дополнительные заделы Для реализации Долгосрочных проектов Которые будут способствовать Развитию наших регионов Самарские бизнесмены в этом году Участвовали в Ташкенте В международной промышленной выставке И в бизнес-форуме Подобные встречи не проходят даром Предприниматели обеих стран Заключают перспективные контракты Так и двухдневный визит Узбекской стороны в Самарскую область Обещает быть плодотворным Перспективные направления Это дорожное строительство Сельское хозяйство и переработка И нефтегазовая промышленность Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков События Далее коротко о других событиях дня Двое несовершеннолетних Подозреваются в совершении убийства Трагедия произошла во дворе частного дома В Кенель-Черкасском районе Там было обнаружено тело 29-летнего мужчины В связи с этим возбуждено уголовное дело По версии следствия Гибель мужчины – дело рук Двух 17-летних подростков Которые с ним в тот вечер выпивали Между собутыльниками завязалась ссора И несовершеннолетние забили мужчину Металлическим прутом и черенком от лопаты В Самаре ликвидировано сразу 8 незаконных стоянок Одна из них расположена по адресу Улица Владимирская, 29-Б, повторно У владельцев этих территорий нет правоустанавливающих документов на землю Ликвидированы парковки на улицах Спортивная, 17-я, Против Коростелевых, 17-я, Проспекте Карла Маркса, 49-55 Тверской, 136 Проспекту Карла Маркса, 126-Б На Белорецкой, 1-й, 155 Дзержинского, 27-Б Ликвидация незаконных автостоянок В городе будет продолжена В Тольятти прокуратура проводит проверку В связи с нападением на ребенка 12-летняя девочка была госпитализирована Прямо из школы номер 72 На улице автостроителей Как выяснили сотрудники прокуратуры Во время урока физкультуры У девочки произошел конфликт с двумя другими детьми В результате которого она получила Уши пояснично-крестцового отдела позвоночника И костей таза По мнению надзорного ведомства Школа не создала надлежащих условий для безопасности Ответственным за которую является учитель Директору вынесли представление Акт прокурорского реагирования Находится на рассмотрении Жителю села Обшаровка грозит уголовная ответственность За незаконное хранение оружия У 47-летнего ранее несудимого мужчины Правоохранители изъяли обрез Охотничье ружье и бездымный порох Мужчина пояснил, что оружие досталось ему После смерти отца Четыре года назад ножовкой он отпилил часть ствола И приклад у одного из ружей И сделал из него обрез Как пояснил в целях самообороны Экспертиза определила, что обрез и охотничье ружье Пригодно для стрельбы В отношении сельчанина возбудили два уголовных дела В Тольятти судебные приставы нашли управу на женщину Задолжавшую государству почти 200 тысяч рублей налогов Оплачивать их она не торопилась В отношении нее возбудили исполнительное производство Но несмотря на предупреждение Она не исполнила требования суда самостоятельно В итоге сотрудникам пришлось наложить арест На принадлежащей женщине кроссовер Порше После чего она полностью погасила долг перед государством Арест с автомобиля сняли Как вести себя в чрезвычайных ситуациях В 37-й Самарской школе прошел всероссийский урок по ОБЖ Одиннадцатиклассники во время деловой игры закрепляли свои теоретические знания На дебатах побывала Мария Елчан Для учеников 37-й школы сегодняшний урок был вовсе не похож на обычное занятие Преподаватель устроил школьникам настоящие дебаты В ходе деловой игры две стороны рассуждали о безопасности в больших городах Дебаты прошли очень хорошо Я с уважением отношусь к своим оппонентам, к своим, так сказать, классникам Но я давно не ожидал, что они так хорошо подготовятся Это и ребятам нравится И как-то он не просто там ответ, вопрос, ответ, вопрос Это более нестандартный, да Я уже достаточно давно занимаюсь именно вот этим направлением дебаты Судили выступающих их же одноклассники Которые в первую очередь оценивали уровень подготовки к дебатам Поскольку я всех знаю, это мои друзья, одноклассники Как бы легко, в принципе, судить Но самое главное не заслуживать Учителя уверены, в процессе дискуссии рождается истина И материалы усваиваются лучше Поэтому такие занятия практикуются в школе регулярно Мария Елчан, Николай Сидоров, События В театре оперы и балета пополнение Сразу пять молодых солистов вошли в труппу театра Преодолев два этапа конкурсного отбора Среди них Елена Марченко, окончившая Нижегородское музыкальное училище А затем консерваторию София Ернкян, выпускница Саратовской государственной консерватории София Цымбал, она училась в Петербургском музыкальном училище София Орлова из Луганского колледжа культуры и искусств А также Сергей Подомарев, только в этом году Выпустившийся из института, он приехал из Перми В 2017 прошел вокальную стажировку в Финляндии Рассказывает, всю жизнь мечтал петь на большой сцене С детства очень люблю музыку и всегда знал, что буду этим заниматься Никогда не виделся я в другой профессии Конечно, в ведущих театрах страны, таких как Мариинский театр или Большой театр Такие программы давно действуют Хорошо, что мы теперь стоим в этом ряду В плане подготовки и собственных кадров И пополнения трупов Это далеко не вся картина дня И вот о каких событиях наши журналисты готовят свои материалы в следующие выпуски Свет в конце тоннеля Три детских сада на 730 мест появятся в Самаре до конца этого года Пролетариат нынче в моде Юный фрезеровщик вернулся в Самару победителем Евроскилс 2018 Битва стенка на стенку Самарские дзюдоисты отметили 20-летие клуба А наш выпуск на этом завершен Мы рады вам сообщить У нас уже более 18 миллионов просмотров на Ютьюбе Читайте нас в Твиттере Смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS Удачи вам! Увидимся! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА